Вот так выглядят дворы мирных районов. Добрый день! Здравствуйте! Так, расскажите, как журец жить сейчас? А как можно жить в такое время? Вот так вот и живем. Начала же гуманитарка, вроде потихонечку подвозят. Подвозят, да? Конечно, когда есть возможность, пока между обстрелами, так сказать. Все равно уже стреляют, страшно. Люди гибнут мирные под обстрелами. Сейчас за хлебом пошли, уже не было хлеба. Сейчас за хлебом пошли люди. Будем смотреть, принесусь, не принесусь. Ну, сейчас в основном с лисичанцем. С той стороны по вам не стреляют? Нет, с той стороны. Со стороны лисичанцем. С этой стороны смысла нету сюда стрелять. Тут все, все уже сколько? Две недели мы тут стоим. Да, да. Весичанцем. С этой он стоит. С Исичанцем. А куда стреляют? Это военные объекты, военные техники? По домам. Посмотрите, вы же видите город такой. Вы видели, какой город разбит? По домам стреляют. Вот прилет в дом был, если вы видели. Или вот сняли, вон видите. Он пришел на этаже. Туда чуть-чуть. Сколько у вас человек здесь проживает? Вы, я так понимаю, в подвалах прячетесь во время обстрелов? Сколько человек? Мы живем в этом доме, но живем уже, грубо говоря, 4-й месяц в подвале. Здравствуйте, девочки и мальчики. Здравствуйте. Человек сколько? Ну, у нас здесь 13 человек. Дети? Детей, слава Богу, правило. Ну, знаете, мы дома. Мы дома. А ехать, вот кто поезжал еще на территорию Украины, все жалеют. Почему? Бешеные цены на все. На жилье, на... То есть, те поезжали, которые поддавали жилье. Грубо говоря, там в Польшу, там в Чехию, там куда угодно. А цены, а цены ломовые сделали. И люди, люди жалеют. Это хорошо, благо у нас вот в России родственники, мы детвору отправили в Москву, в Питер, вот туда поотправляли. А туда особого желания нет. Люди повозвращались откуда, потому что хоть в развалины, в подвалы, но повозвращались. Потому что оно невыносимо. Они выбивают все. Они выбивают все. Дома. В России тут еще не было. А они уже дома попалили, попилили. Пока они были здесь. Да. Поворовали все. Все магазины. Что еще раз? Поворовали все. Все магазины повскрывали. Все воровали. Машин сколько у нас тут во дворе стояло. Все машины позабирают. Телевизоры вывозили, да? Да, кстати, терраборона, магазин на технике вот там вот был. Заехали все... Саша на прием. Телевизоры, все холодильники, все телефоны, все вывезли на джипах. И подбили потом. Ну, что я могу рассказать? Вон, я живу, жил в Метелкино. Вот, в соседней деревне. В соседней деревне. Они проедут на машине, проедут, простреляют. А потом опять проедут, простреляют. Луганские были еще в счастье. Они проедут, простреляют. А потом приезжают. Ой, я красиво, мы попалы. Дома нет, кухни нет, сарая нет, ничего нет. Красиво мы попалы. Ну, что я могу говорить? Ну, как я буду за них драться и разговаривать? Если они Метелкино разбили, в хату попали, говорит, красиво гореть. И я украинец. Я здесь родился. И вот как я буду разговаривать с теми украинцами, которые на той стороне. Ну, мы им всю жизнь поперем Горго стояли. Донбасс у них всю жизнь был поперем Горго. А там не столько украинцев. Там разные вот эти наемники. Иностранцы. Там я вот же сегодня по воду ходил. Шевроны американские валяются. Нет, там есть этот, иностранный регион есть там. Нет. Ну, что я могу рассказывать? И вот я сейчас приехал сюда, привез продукт. И он машину, машину посыпали и все, потому что она не на ходу. И я отсюда не могу выехать. И батька у меня там 94 года сидит в поселке. И линия фронта там еще идет. Ну, что я могу рассказывать? Одни эмоции. Обстрелы были. Вот 8 марта прилетело. Были обстрелы. Летели грады тут во всю Ивановску. Вот между домами. Вот здесь. Все повылетало. Гараж стоит, стоял. То есть машина стояла. Все разбили. И никого здесь не было. Получается, как будто сами по себе. Такое ощущение было, что они между собой стреляли. Вот было такое ощущение. Выстрел в 34 секунды упало. Выстрел в 34 секунды упало. Ну, вот сейчас. Сейчас же вы слышите. Вот мирные районы. Вон там. Мирные. Никого нет. И сейчас туда приходит прилет. Вот. Рядом. Через улицы. Не знаю, как там люди живут. Это вот дождик, что прошел в ночь. А так тут все вокруг горит. Все вокруг. Вы проедете по городу. Видите, эти районы там. Да любой район возьми. Любой. Даже здесь. Четвертый до первого все увалено. Все сгоревшие дома. Годжиш. Здесь по городу проедете. Дом культуры. Самый красивый. И что там осталось от того дома культуры? От фонтана. А дальше там вообще. Как говорят, без мата не скажешь. Просто проедьте по городу. Посмотри, грозуарный. Сосед рассказывал. Подъехал танк, говорит. Два раза, говорит. Стрельнул по дому. Отвернул это дуло. Заглушил, вылезли. Пошли. А 39-й. Ну так женщина бежала, рассказывал. 39-й дом. Подъехали на БТИ. То есть на БМП. Развернули ствол и начали по дому лупить. Ну 48-й был. А люди живут в домах. А там же люди жили. С детьми очень много людей пооставалось. Они возьмут, где толпа людей, там, загуманитарка. И они именно туда и били. То есть они, получается, сильноправно уничтожали мирное население? Получается, получается так. Пенсионеры, вон, 4 месяца пенсии не получают. А вчера? Кто успел, за один месяц выплатили. У меня дедушка выстоял 8 часов. Пролетел этот. Получил за один месяц. А вся остальная пенсия пошла на ВСУ. То есть они прямо так и говорили, не скрывая, да, что это нам нужно? Где войска, где танки, где машины, где БТИ? Ничего себе. Некоторые, говорят, зарплаты позабирали. Помощь высылали. Вот посмотрите, мы собираем колеса. Колеса. А потом вот она вот. Это осколки, да? Да, это, наверное, бронзовые. Ее вот тут такими еще нас обстреливают. Вот они. Что это случилось? Что-то с неба сыпется, взрывается в небе, а потом летит вниз. В этом доме два, не, один погиб, двоих ранило. Дедушка вот тут сидел под деревом, осколком. А женщина, в хате, была вода набирала, но дочь и шел. И осколком голову ее. На балконе. На балконе. Там в животе сколько-то, в Старобельске, да, в Старобельске ее отвезли в больницу. А ей? Военные. Бегали туда, где, как она, это, администрация или как она, туда бегали, военные возили. А тела как-то захоранивают? В кварталах. То есть сами люди? Ну, сейчас, если вот пантеон, допустим, похоронное агентство, то десять тысяч, а где их взять десять тысяч? А так люди сейчас в кварталах возили домов, хоронят. А вообще, если же люди лежат месяцами в доме, не забирают. Вот женщина лежала больше месяца, никто не забирал ее. Ну, там многие такие, что старые же полумирали хоть и лежат, никто не забирает их. Да, любые, и молодые все все. Просто люди уже устали, мы уже ничего не хотим, мы уже ничего не соображаем, ничего не хотим. Когда это все быстро закончится, и все, что ничего не хотим. Хотя бы жить и досталось. Когда это все закончится, мы уже ждем, что каждый день, каждый час, сию минуту, вот-вот-вот они, и бьют, и бьют. Ну, как что? Ну, и женщин насилуют, и детей убивают, и вообще, и вот, например, если это муж мой, то ему ствол подставят, а нас будут носить, ну, бред, всякий бред, понимаете? Ну, то есть, вот-вот. Закугивание людей было. Хотя мы понимали, хотя мы понимали, но... Да, мы знали. Да, мы знали. Да, мы знали. Каждый освоял его на плечах. Да. Через деревню ехала колонна. Там две чеченцы, и русские ехали. Остановилась машина маленьким деткам, ну, это где родители. Деткам маленьким коробку, как я, чеченцы отдали. Пожелали им всего хорошего, усилий и поехали. Когда нас, ну, 29-го освободили, в принципе, мы к бойцам подходим, они нам хлеб отдали, который у них был. Но говорят, ну, правда, он чуть-чуть зацветать начал, потому что в полиэтилене. Ну, ничего, обрезали и поели.